Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Белгород-24 в эфире программа «Тема». Накануне Дня защитника Отечества мы решили поговорить о Белгородском казачьем обществе. Я представляю сегодня гостя студии. Это атаман Белгородского казачьего округа Евгений Иванович Костюков. Здравствуйте! Добрый день! Вот первый мой вопрос. Я думаю, что он как бы корреспондироваться будет и с тем, что сейчас думают телезрители. В Белгородской области она имеет отношение к казачеству прямое? Белгородска – это историческое проживание исконной земли казаков. В 13-14 веках здесь было дикое поле. В Белгородской находилась эта окраина южная граница России. И здесь были казаки. На реке Нежигаль, Палатовка, Айдар, Северский Донец, Корень. Там жили казаки. Они занимались рыболовством, добывали зверя, мед собирали. Но самое главное, у них было не дремлющее око. Смотреть, чтобы ни один ворох не прошел незаметенным на Россию. Через нашу область проходит шлях Муравский, Пахмутский и Изюмский. Вот по этим шляхам все кочевники, скотоводы ходили на Русь, на нашу, брать в полон славян, гонять скот. А вот как раз казаки и занимались этим делом. У нас было 28 крепостей, в которых границу состоял из драгунов, пушкарей и казаков. Чем казак отличается от неказака? Знаете, казак – это человек, воспитанный в природе, в боях и походах, основное которого было его служение Отечеству. Казак этого в мирное время выращивал скот, выращивал хлеб. Но когда наступал враг, он брал в руки меч, шашку, саблю, защищал себя, свою семью, свой дом и свое Отечество. Детей готовили прямо с первого дня рождения. Как только он раздался, сын, так его начинали уже готовить к этой службе. И вообще-то казак, он, как наши казаки здесь, в этих местах, они могли противостоять десяти воинам. Скажите, как вы стали атаманом? Вообще, вот как пройден был этот путь? Дело в том, что я… Немножечко о себе расскажите, потому что нашим телевизором не кончится. Я сам кадровый военный. В 1969 году, после окончания средней школы номер 71, железнодорожный, поселка Прохоровка, поступил в военное командное училище. В 1973 году его закончил. И проходил свою службу на окраинах нашего Советского Союза. Туркестанский военный округ. Затем был правоохранительный орган, комитет государственной безопасности. Очень сложности я прослужил 31 год календарных. И после увольнения в запас, в отставку, ну, наверное, взыграли мои казачьи кровь, потянуло. Я был приписан в начале Хаперский казачий округ, Станица Урюпинская. А затем Верховный атаман общероссийской общественной организации издал 26 ноября 2009 года, издал приказ о создании структурного подразделения на территории Белгородской области. И это у нас является старшинством. Значит, наш округ зарегистрирован в Министерстве юстиции как добровольная, самоуправляемая, общественная, патриотическая организация для выполнения совместных общественных действий в местах исторического проживания казаков. У вас очень красивая форма. Вообще, она же наверняка имеет какие-то исторические корни. Наш донской мундир, традиционный казачий мундир, который был определён в 1913 году царём-батюшкой для донских казаков. Тогда была введена вся форма для казаков. Значит, цвет мундира тёмно-синий, окантовка, опушка так называемая. У меня, допустим, сейчас я нахожусь в парадном мундире для парадов, для строевых смотров. А так у нас ещё гимнастёрки, шаровары, кителя повседневные. В общем, нам от предков досталась традиционная казачья форма, которую мы её носим. А надев казачью традиционную форму, публично выходя на народ, мы публично делаем вызов. Говорим, вот мы, мы не ряженые. Ряженые – это те, кто нацепили орденового. А мы, казак, должны вести себя в достоинстве и честью, находясь с правилом казачьей. Ибо о казаке судят не только как о нём, но и как о всём казачестве. Казачество сильно традициями. Вот какие есть традиции у белгородского казачества? Когда мы принимаем казака в нашу общину, в казаки, то он проходит испытательный срок. Он подаёт письменное прошение, и в течение трёх месяцев с ним занимаются старики, хорошо знающие обычаи, традиции, культуру казачью. Они изучают вместе с ним православие. Конечно, он должен знать молитву «Отче наш» и «Символ веры». Это, так сказать, азбука православия. После того, как он в этот период исправляет себя справу, то есть казачью форму одежды традиционную, по истечению трёх месяцев с ним проводятся собеседования. Как он знает, выяснит, не передумывал ли он стать казаком. И когда он твёрдо решил жить по традициям обычаев казачества, вести казачий образ жизни, его верстают казаки. Казаком, вернее, любое лицо, какого бы оно знатного роду казачьего не было, пока он не примет казачью присягу в храме перед Господом Богом, он никогда не будет казаком. В этой присяге нашей, это наша присяга, мы её нашли благодаря отцу Александру Аскалецких казаков, мне чётко сказано, обезуюсь быть на службе казачества и православия пожизненно. Выгоняли кого-нибудь из казаков? Было такое? Да, к сожалению, мы стараемся не осуществлять огульного набора, стараемся брать порядочных, без прошлого, тёмного, криминального. Но приходят случайные люди, которые на волне эйфории, решили вдруг стать казаками, потом, значит, ни разу не появляются. Некоторые допускали посупки несовместимые с кодесом чести казака, мы их увольняли, мы от них избавлялись. Нам такие казаки не нужны. Наша деятельность осуществляется не для галочек, или для сухой отчётности, а для реального претворения своей уставной деятельности. Уставная деятельность у нас – это возрождение быта культуры казачьей, становление, военно-патриотическое воспитание подрастающей молодёжи, подготовка её к службе, правоохранительных органов Министерства обороны. Вот сегодня мы даже проводили буквально в государственной библиотеке с детьми уроки мужества, посвящённые Дню Защитника. Были ученики пятой гимназии, мы им показывали оружие, рассказывали, как воспитывать, какие традиции. Это уже у нас пятая или шестая встреча в этой библиотеке, где мы встречаемся с детьми. Сколько сегодня казаков насчитывает в Белгородский округ? Наш Белгородский казачий округ насчитывает более 450 человек, а если со взрослыми членами семьи, то где-то около 1200. Но это накладывает какое-то обязательство на людей входящих? То есть вы можете их там позвать под ружьё, или вы на охрану общественного порядка. Существует ли какой-то регламент взаимодействия, или какой-то кодекс? Да, у нас же есть кодекс чести казака. Там прописано всё. И основное – сам погибай, товарищи выручай. Нет, у святей товарищества. У нас доминирует в нашем округе духовное на материальном, а общественное – на личном. Это прежде всего. У нас был такой случай, когда мы решили проверить нашу боеготовность, нашу округа. К нам обратилось управление ФИД-надзора, когда была угроза чумы распространения. И нас попросили выставить пост. Мы мгновенно выставились на границе Курской и Белгородской областей в районе самолёта, где памятник дважды героя Советского Союза. И круглые сутки казаки за свой счёт, не нас, как раз были такие морозы, порывы ветра, они по два человека круглые сутки несли дежурство, помогали сотрудникам, приводили в порядок, потому что многие не хотели выполнять требования. А когда казак стоит вооружённый, с нагайкой ещё, они беспредкосованно всех выполняли. Правда, нам за это потом никто не спасибо не сказал. Но, тем не менее, мы проверили свою готовность, сможем ли мы встать, как вы сказали, под ружьё. Смайли и будем стоять. Мы всегда проводим мероприятия областного характера. Вот буквально прошлую субботу, мы 15 февраля, в день вывода советских войск в Азербайджане, проводили круг в Ауйской станице, выбирали атамана, давали концерты. У нас два ансамбля очень хорошие казачьи тематики. Пропаганда, культуры. То есть мы не уходим от оказания взаимодействия и правоохранительным органам, и администрациям посёлков, городов, в том числе и Белгорода. А как совмещаете профессиональную деятельность казак? Или он только казак? Или он, наверняка, работает? Дело в том, что это он по крови и по духу казак, а каждый казак содержит свою семью. У нас они все работают. Среди нас и предприниматели, и врачи, и пожарные, и кого только нет. И в аграрии занимаются разведением овец, крупнорогатого скота, коневодство занимаются. У нас в трёх казачьих станицах есть кавалерийские казачьи кони. И это... А всё остальное мы занимаемся в свободное от времени. Но приходится иногда участвовать в тех или иных мероприятиях. Наши казаки проводят, берут отпуск за свой счёт, или отпрашиваются, но принимают участие. Я знаю, что вот мэр Белгорода Сергей Бажанов, вы наверняка с ним знакомы, он готов предложить казакам более активно участвовать в общественной жизни города. У нас в Белгороде, что касается Белгорода, есть 27 округов, вы, наверное, знаете. В каждом округе работает совет территорий. Вот как вы относитесь к такому более тесному взаимодействию с... Я уже дал своё согласие работать в совете территории. И будут работать наши многие казаки в этих советах. Оказывать помощь. То есть вы готовы, и вам это интересно? Ну, если не мы, то кто? Это... У десантников ездит никто кроме нас, а у нас казаков. Если не мы, тогда кто будет? У нас осталось несколько минут, буквально, мне кажется, будет правильно, если вы поздравите наших телезрителей с предстоящим Днём Защитника Отечества. Белгородские казаки сердечно поздравляют всех воинов, сотрудников правоохранительных органов Министерства обороны, стоящих сейчас на защите обороны, Отечества, его безопасности, а также лиц, находящихся в отставке, в запасе. Мы им желаем, прежде всего, здоровья крепчайшего, желаем счастья и самого-самого дорогого, что можно пожелать нашим воинам, защитникам Отечества. Сейчас защитники Отечества не только мужчины, но и женщины. Поэтому мы всех их поздравляем и желаем самого-самого наилучшего. Евгений Иванович, если у наших телезрителей возникли к вам вопросы, может быть, есть желание тоже стать казаком, как с вами связаться? Есть сайт, я знаю, да? У нас есть сайт, казак31.ру. Там установлены контакты, и электронная почта, факс, вы тоже мне прислали по факсу, и мой телефон, мобильный телефон, по которому я всегда отвечаю, он находится всегда при мне, и многие мне звонят, интересуются, просят какую-то оказать помощь, либо вопрос о своем прибытии, поступлении в казаки. Спасибо вам огромное за участие в программе. Мы вас тоже поздравляем с Днем Защитника Отечества, потому что это ваш тоже замечательный праздник. Это была программа «Тема». Мы сегодня говорили о развитии казачества Белгородской области. Гостем студии сегодня был атаман Белгородского казачьего округа Евгений Иванович Костюков. Еще раз спасибо и с праздником. Спасибо.